Как оказаться в Венеции, не выходя из дома? Герои нашего следующего сюжета знают об этом не понаслышке. Микрорайон Досаав буквально утопают в воде. Люди строят деревянные переправы, засыпают фундаментом, но все тщетно. Вода пробирается везде и всюду. Что за напасть в пригороде столицы узнавала Хадижа Курбанова. Не пройти, не проехать. Поселок в Махачкале удивительным образом превратился в необитаемый остров. Только красоты здесь не видать. Да и местные жители на это не подписывались. Махачкала, 21 век. Микрорайон Досаав утопает в воде. Хоть бери и удочки, пускай прямо из дома, иронизируют местные жители. И все было бы смешно, если б не было так печально. Вода пробирается всюду и приносит массу неудобств. Уже третий год, вода идет, и никто не знает, откуда идет эта вода. Водоканал должен, наверное, знать, откуда идет вода. Вот, к примеру, стоит мой дом вот здесь. Я не могу туда зайти. Туда дорога открывается только в июле месяце. До июля месяца мне надо ждать, вот ходить через соседние участки. Подвал, полный воды. Когда кончится, непонятно. Когда вода там на улице кончится, тогда подвал тоже высыхает. Если даже выкачат, все равно бесполезно. Пока вода на улице, она все равно будет просачиваться. Проблеме уже не первый год сетуют люди. Как-то приспособились, прокладывают деревянные тропинки. Дома засыпают вокруг песком, чтобы сырости не было. И это не самое страшное. В холодные дни ветер сбивают с ног. Идти по трапам невозможно. Был даже случай, когда школьники падали в воду. В резиновых сапогах. Вот выходим на новый город, вот где секционный сектор, видите. Там переобуваемся. Оставляем в пакетах нашу обувь там, где попало. И идем на работу. Так же и дети, и в садик, и в школу. Вот так вот добираются все. Кто может на руках отводят. Кто может у кого как получается. Местные жители предполагают, все проблемы начались после многоэтажек в новом городе. Перед их возведением землю подняли и трубы, по которым проходила вода, засыпали. Теперь в микрорайоне застой. По этому вопросу они обращались в различные инстанции. Писали письма, горводоканал, госжилинспекцию, администрацию города. Кроме обещаний разобраться в ситуации, других ответов не было. Обратились и мы в ЖКХ. Там из-за чего это все сложилось? Из-за того, что на данной территории отсутствуют водоотводные каналы и все остальное. В свое время хаотичная застройка привела к тому, что все существующие раньше дренажные каналы, водоотводные каналы, они все засыпаны. На месте них уже построено много домов. Конечно, система сама не справляется. В воде некуда идти. То, что у нас по склону сверху вниз идет, с Акушинского микрорайона, микрорайонов Учхоз, это всей воде некуда уходить. В ЖКХ уверены, проблема имеет глубокий корень. Все дело в том, что дома застраивались не как это положено в цивилизованных местах, а как придется. Застройщики не продумали ни канализацию, ни инфраструктуру. Сейчас все коммунальные вопросы приходится решать вдогонку. И весь этот букет проблем требует основательного подхода и немалых вложений, которых в администрации города не всегда хватает. Если есть средства, четко поставить можно задачу, четко можно поставить сроки выполнения этих работ. Я думаю, там огромный микрорайон. Я думаю, если у нас в этом году план работы там будет утвержден и объем финансирования хотя бы со следующего года будет какое-то выделено, думаю, за несколько лет там можно навести и порядок. Но за один год построить столько систем – это невозможно. Руслан Юсуб Дибиров откровенен. Для решения проблемы требуется много времени. Но работа идет. А пока жители микрорайона вынуждены держаться на плаву. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.